Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На протяжении нескольких лет не могу влюбиться. Заметила за собой эту интересную вещь. Мне кажется, что никто не сможет ничего дать такого, чего бы и надо было бы от другого человека. Я могу дать многое, взамен получая дозу, могла бы держать в отношении к операции в любовь. Могло бы держать в отношении к операции в любовь. Как психолог говорит, так в ситуации можно ли сможет это вытекать с самостоятельностью и самодостаточностью? Я почти в фантимии чувствую себя одиноко, а так реально начинаю понимать то, что не понимают люди моего возраста и даже старше. Это проблема или как с этим быть? Ну, вопрос деликатный по поводу проблемы. Если это качество жизни, по вашим ощущениям, ухудшает, то да, проблема. Если вызывает фрустрацию, то да, проблема. Если вызывает неудовлетворенность, то да, проблема. А если нет, то не проблема. Далее вы пишите, что на протяжении нескольких лет не можете влюбиться, что как бы автоматически подводит нас к идее о том, что ранее вы влюблялись и, соответственно, видимо, что-то шло не так. Если ранее вы влюблялись и что-то шло не так, то, вероятно, речь идет здесь о том, что вы травмировались. Вы травмировались, ну, о неудачные, скажем так, отношения, да, и, соответственно, это правда, она, вероятно, на вас влияет. А при достаточно большом уровне интеллекта, который у вас, ну, неволученным взглядом видно, видно, вот, нет, как бы, сомнений в том, что вы это все рационализировали и так далее, вот. Дальше. Мне кажется, никто не сможет дать мне ничего такого, чего бы надо было бы от другого человека. Ну, правда в том, что в отношениях никто и не должен ничего давать. В отношениях, условно говоря, ну, возможность что-то дать, это скорее право, а не обязанность. Вы же об этом говорите, как о какой-то обязанности. Это, наверное, пожалуйста, сильнее всего и вызывает вопрос. Ну, вот, потому что, ну, не должны вам ничего давать, могут, но не должны, вот, в чем, здесь, на мой взгляд, основной момент. Вам, ну, захотят, дадут что-то, а не захотят, не дадут, и, в общем-то, все. Поэтому, а, здесь, эм, ваша нацеленность, нацеленность, вот, в какой-то степени на то, чтобы вам что-то дали, вызывает вопрос. Вот. Именно потому, что любовь и искренние отношения, они не про то, что мне дадут, они про то, что я хочу дать этому человеку. А это вытекает из вашего его восприятия. Можете вы воспринимать человека как личность? Можете увидеть вы ценность его личности? И вам, естественно, сразу захочется что-то человеку дать, что-то для человека сделать. Если вы не видите в человеке личность, если вы не способны увидеть ценность личности, то что и вам, и делать ничего для него не захочется. Это нормально. Поэтому, на этот момент тоже хотелось бы обратить ваше внимание. Дальше. Если мы говорим, например, о том, вот, ну, допустим, если мы говорим о том, как выстраиваются отношения, да, и почему человек может не, ну, вот, не видеть личность в другом, да, то, на мой взгляд, на мой взгляд, проблематика этого заключается в том, что вы не видите ее ценность в себе. Естественно, вы можете со мной не согласиться, естественно, вы можете со мной не соглашаться в данном случае, я отдаю себе отсчет в том, что вы не согласны, но, тем не менее, поскольку у вас достаточно большой, на мой взгляд, повторюсь, уровень рационализации, то вполне вероятно, что вы просто бежите, сбегаете от определенных своих эмоций, от определенных своих чувств, от определенных своих состояний, по большому счету. Ну, вот, если это так, если это правда, то вот нам, в первую очередь, нужно работать именно с этими аспектами. Понимаете, да? Дальше идем, значит, я могу дать много, но хотите ли? Взамен редко получается, что могло бы держать в отношениях, перерастать в любовь. Ну, никто не знает, что может держать в отношениях и что именно перерастать в любовь, потому что до сих пор не совсем вообще понятно, в принципе, что такое любовь, да, потому что, ну, о любви много достаточно говорят, но вот как-то выделить, что такое любовь можно весьма-весьма посредственно, потому что любовь – это очень индивидуальное чувство. Но совершенно очевидно, что вы к этому чувству относитесь как-то вот несколько, ну, предметно, что ли. То есть такое ощущение, что вы чересчур опредмечиваете любовь и, может быть, возводите ее в рамках сверхценности, может быть, наоборот пытаетесь это как-то обесценить, но, на мой взгляд, как бы, думая о любви, вот именно, именно думая о любви, думая о ней, вы не приближаетесь, собственно, к ней самой. Поэтому, если говорить о возможной, так скажем, проблеме, да, то я бы в первую очередь выделил бы, наверное, именно вот аспект восприятия вами любви, да? То есть, ну, вот как вы воспринимаете любовь, что это для вас и так далее. Вот это я бы, наверное, выделил бы в качестве, ну, в качестве такого вопроса для исследования. Потому что, ну, если есть с этим вот определенные сложности, да, если есть определенный нюанс с этим, конечно, лучше поработать и поработать отдельно. Один, вам еще повторюсь, как бы, ну, вызывает сомнения и вызывает определенные вопросы. То, что вы, как бы, говорите в этом контексте. Вот. Дальше идем. Как психологи видят такую ситуацию? Ну, в принципе, сказал. Да. Важно понимать, что, как бы, психологи разные, подходов в психологии много, а каждый их психолог видит ситуацию с несколькой своей стороны, своей, ну, с точки зрения, там, своей парадигмы. Это тоже важно понимать. Вот. Единого какого-то мнения вряд ли, вряд ли вы услышите какое-то, вот, там, однозначно единое мнение на то, о чем вы говорите и про то, что вы спрашиваете. К сожалению. Дальше. Может ли это быть качество настоятельности? Нет. Скорее, страха строить близкие отношения и неумение строить близкие отношения, и страха перед близостью и неумение отдаваться своим чувствам. А точнее, травматичный опыт, когда вы своим чувствам отдавались. Я почти совсем не чувствовал себя одиноко, за граммой начала понимать, что очень не понимают люди моего возраста и, да, старше. Ну, например, о чем вы говорите, давайте как-то попробуем рассмотреть примеры. Но, эм, чувствовать себя одиноко, это значит, что я в себе что-то блокирую, это значит, что я что-то в себе подавляю. Это ни в коем случае не про самодостаточность. Ну, вот. Скорее, опять же, про защиту. Эээ, да проблема. Об этом я сказал, как с этим быть, но если вы видите, если вы считаете, что это проблема, вам рекомендуется психотерапия, конечно же. Вот. Самостоятельно вы вряд ли с этим что-то сделаете. Вот. Эээ, вполне вероятно такая история, что просто вот найдете себе человека, который будет вам вот механически давать то, что вы хотите, но при этом счастливы вы все равно с ним не будете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.